В Ташкенте состоялось награждение победителей конкурса среди преподавателей французского языка. Торжественное событие организовано Агентством популяризации изучения иностранных языков совместно с посольством Франции в Узбекистане, Министерствами народного, высшего и среднего специального образования. Лучшие победившие все этапы отбора получили главный приз. В декабре этого года они отправятся в Ниццу. Несмотря на внушительный стаж работы, ни у кого из наших конкурсантов ранее не было такой возможности воочию ознакомиться с традициями и обычаями Франции. А еще вдобавок повысить свою квалификацию в профессии. Данная поездка дает такой шанс. Ди представительству Франции в Узбекистане совместно с Агентством предусмотрен ряд мероприятий. Образовательная программа, мастер-классы с участием специально приглашенных лекторов экскурсии по достопримечательностям. Ожиданиями предстоящей поездки поделились победители конкурса. Работаю уже с 2006 года, более 16 лет. Я еще ни разу не была на стажировке во Франции. И мне было это очень приятным сюрпризом выиграть в конкурсе, который прошел по всей республике, где участвовало более 300 преподавателей. Это вдохновляет, это мотивирует. На самом деле я всегда хотела пройти стажировку во Франции, улучшить свои знания, свои методы. Сбылась моя самая заветная мечта. Я побываю в стране, о которой я грезила с самого раннего детства, так как я уже с возраста 10 лет выбрала для себя профессию учителя именно французского языка. И я знаю, что изучение языков в современном обществе является неотъемлемой частью подготовки для специалистов разного профиля. И от качества их подготовки зависит расширение контактов с иностранными партнерами. Среди счастливчиков, которые уже совсем скоро отправятся в НИЦУ, преподаватели с разных уголков нашей страны. На начальном этапе в конкурсе принимали участие порядка 300 педагогов, из которых выбрано лишь 12 самых лучших.